Игра была такая тяжелая, была игра до первой ошибки. Команды обе, конечно, подустали, особенность моя команда подустала, команда Риги, потому что у нас в поездку поехали 18 игроков. В диплом составе у нас 5 игроков травмированных, ждут нас в Риге. Четвертая игра на выезде, конечно, сегодня моим игрокам было нелегко, но я очень рад, что мы выиграли, заняли второе место. И начинаем плей-офф дома. Соответственно, вопрос. Я так понимаю, что одним из ключевых слов сегодня было на игровой разминке, наверное, слово «хабаровская». Нет, не «хабаровская». После вчерашней игры поговорили с ребятами. Я стараюсь до них достучаться по-нормальному, по-хорошему, что это хоккей, мы каждую игру выходим, играем на победу. И, конечно, я объяснил, что плей-офф, как мне так кажется, лучше начинать играми дома. И когда решает судьба второго места в группе, и у нас есть шанс его занять, мы должны использовать любой шанс подняться в турнире таблицы выше. А как оцените в течение регулярного чемпионата МХЛ сложные ли игры с аутсайдерами? Я вообще считаю, чем хороша эта лига молодежных и кинолига, вот мы смотрим, у нас разрыв между нами и серебряными 60 очков. А видите, по большому счету, в мастерстве, в уровне мастерства мы не сильно превосходим команду серебряных львов. Все в организации, в игровой дисциплине, в самодаче игроков, в игровой дисциплине. Здесь такие вещи, и мы эти вещи стараемся научить этим вещам. В КХЛ, в большом хоккее было легче играть. Ротация с Динамо Рига. Есть составы у Риги? Да, у нас постоянно идет контакт с Шуплером, то есть есть те игроки, которые не попадают в состав Динамо Рига, он нам дает какие-то матчи этих игроков. Но мы все-таки, основная задача, да, видите, вот у нас в Латвии основная задача, я свою вижу, да, конечно, мы задачу выполнили, попали в плей-офф, да, все это результаты. Но свою задачу, как вижу я и видеть руководство Динамо, подготовки вот этих игроков для выступления за Динамо Рига. В следующем сезоне, через два года, ну, потому что у нас не так много в Латвии, поверьте, хороших игроков, высококлассных, молодых, чтобы ими разбрасываться. Мы каждым игроком дорожим в Латвии. То есть, в принципе, игра в МХЛ, она дает, создает возможности, почву для роста молодых игроков. Однозначно, однозначно. А если бы не было МХЛ, чтобы выиграли? Ну, если бы не было, ну, наверное, скорее всего, может, играли бы в чемпионате Белоруссии по открытому. Ну, я за эту лигу. Потому что я считаю, что Белорусский чемпионат, кричит всему к нему уважению, для молодых игроков, в МХЛ, однозначно лучше. Они играют с своими сверстниками, с российскими сверстниками. А Белорусский чемпионат, все-таки, я считаю, что ребята, там уже взрослые играют, ветераны. Кому за 30, по 30. То есть, молодые игроки так себя не раскрывают, как раскрывают себя здесь. И весь календарь, составленный в молодежкиной лиге, и уровень игр, и качество матчей, в принципе, их подводят к уровню КХЛ. Непростой вопрос. С какими сложностями вам приходится сталкиваться, играя в России? Вы знаете, нет, ну у меня-то лично, нет, ну нет, у нас, в принципе, все четко, таких сложностей, ну, да нет, я вам сказал бы, здесь, во-первых, организация в молодежкиной лиге очень на высоком уровне, освещается, да. Качество катков, качество раздевала, качество вообще организации. Нет, в принципе, за весь сезон, я вам скажу честно, у нас, чтобы мы приехали и сказали, о, там было что-то уже. Нет, такого я не могу сказать. Было все на хорошем уровне. Я говорю, молодежкиная лига, это такой суперпроект для молодых игроков. И просто, честно сказать, мы когда начали играть, я не думал, что настолько будет организована лига, настолько будет высокий уровень, настолько будет освещаться в прессе, в интернете, настолько очень профессионально. Менеджмент молодежкиной лиги, я хочу отметить, пусть я многих людей знаю из этого менеджмента, работают очень профессионально. И вся организация на высшем уровне. Вопрос такой, матчи с Ригой на территории России, они воспринимаются многими международными. Вот это ощущение предсостояния двух стран есть на матчах? Нет, у нас нет, вы знаете, нет. Потому что 29 команд, 28 соперников мы сыграли в этом году. Если на каждый раз достараться, как на международные матчи, может у российских команд такой есть. У нас 28 соперников было в течение сезона. Кому-то мы проиграли, кого-то мы обыграли. Мы одержали 30 побед в этом году. Вы знаете, что в Петербурге, после поражения СКА, основной команды КХЛ, Динамо, Рига, но с некоторых пор даже по моему отношению к играм молодежных команд Риги, Северных Оф и СКА, такое тоже. Все ждут реванш каждого и каждый раз. Ну, честно сказать, у нас были упорные игры в этом году с Питером, да, и тех и других мы обыграли дома, обыграли, а на выезде, вот сейчас в последней поездке поделили, что СКА 19-46, что здесь. Ну, мы такого унищаем. Мы настраиваем игроков, на каждую игру стараемся, на победу, да, разбираем игры, разбираем. Ну, такого, чтобы у нас противостояние только Санкт-Петербург. Вот у меня в команде лично такого нет. У нас, я говорю, каждый соперник принципиальный. Мне более прицеляли соперник, который, например, тот же два раза нас обыграли в Чечне, тот же, например, Химик. Вот мы поехали в Воскреселск, у нас не получилось. Мы еще два раза провели. У нас такие вот, мы вот жаждем реванши, когда кому-то проиграли. Проиграли мы, например, Красной Армии в Москве. Хотели выиграть их в Риге. Не получилось. Там проиграли, например, Атланту в Матищах. Обыграли их в Риге. Мы проиграли, а обыграли их в Матищах. То есть, вот такой у нас жажда реванча. Тем командам, которые мы проигрываем, это больше. Что пожелаете болельщикам и вообще любителям хоккей? Ну, сейчас, конечно, начинается самая интересная пара, молодежки, игры в плей-офф. Они предсказуемые. Я думаю, вы меня тоже не назовете ни одного вот так вот стопроцентного победителя. Если, например, даже, смотрите, КХЛ. Я вот смотришь, там, например, Восток, там, Уфа играл, Салават Юлаев или Магиттагорс. Предсказуемые были победители. Ну, вы мне скажите. Я вот смотрю на пары сейчас, которые получились. Мхайл. Мхайл. Молодежкин Ли. Довольно, это не понимаешь. Фаворитов нет. Настолько ровная лига. Это здорово. Просто, что настолько будет интересно. И нам интересно. Первый год играли в Риге. Попали в плей-офф. Со второго места начинаем. Мы очень хотим... Пожелаем вам тогда удачи в плей-офф. Да, спасибо большое. Мы с соседями, мы будем болеть за вас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.